Если мы такие умные, поговорим о втором способе доказательства формы включения исключения. Помните, я говорил, что там есть способ по индукции, и есть способ при помощи чисел сочетаний. Я сейчас не хочу индукцию выписывать, это немножко скучно, а про использование чисел сочетаний, пожалуй, имеет смысл поговорить. Во-первых, все ли помнят, как, в принципе, выглядит треугольник на скале? Это то, что мне сейчас нужно. Это который самый главный, к которому мы будем еще полное количество раз возвращаться, потому что это все в некотором смысле отвлечение, а вообще-то на первых шагах комбинаторики надо изучать, изучать и изучать эти самые число сочетаний. Я допустим, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Я, давайте, допишу до четвертой строки и остановлюсь, хотя все понимают, что и дальше можно писать, да? Принцип такой, скажем, вот между этими числами надо писать 10, между этими числами надо писать 5, между этими надо писать 19 и так далее. А вот теперь, господа, я задаю вам простой вопрос. А что такое вот это вот число? Это число сочетаний из трех по нулю. Вы вспомнили такое? Угу. Количество способов выбрать ноль или не из трех? А почему именно из трех? Вот это из трех по одному. Тремя способами один предмет можно выбрать из трех. А вот это из трех по два. А вот это из трех по два. Вы вспомнили? Вот такое. Треугольник Паскаля состоит из вот этих вот чисел сочетаний. Ну, давайте, контрольный вопрос. Вот это вот число сочетаний из чего учено? Ну, из четырех по одному. Ладно. А это? С четырех по одному. То есть четырех по одному. Ну и так далее. Да. Так вот, ставим себе, чтобы кто-то взял, ну, я не знаю, семь множеств. Объединил и стал писать формулу включения-исключения. Разумеется, я ее не буду писать, потому что в ней вообще-то... Сколько дней? Сто двадцать семь слагаемых. Два в седьмой степени это сто двадцать восемь. Каждая из множеств либо присутствует, либо... Понимаете, да? Поэтому, если я попытался ее выписать, то было бы сто двадцать семь слагаемых. Там некоторый смысл, некоторый с минусом. И при этом каждый из них еще и там. Понятно, да? Вот. Ну, начать я могу. Ну, там я думаю, как. А, Б, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ж, согласны? Минус А в пересечении с В, А в пересечении с С, и так далее, и так далее. Не знаю, Ф в пересечении с Ж, так? Плюс что там? У вас вместо минус? А? Минус. Ну, хорошо. Где-то не важно, где-то плюсы, где-то минусы. Важно, что вы думаете, что это такое, правда? Плюсы, и так далее, и так далее, и так далее, и очень много-много-много всего. И заканчивается это на плюс пересечения, плюс количество переменцев, пересечения всех сними. И вот я сейчас хочу объяснить, почему это космонаверная. Для этого я не могу нарисовать полную вот эту картинку. Но я понимаю, что, в принципе, есть наши какие-то множества, да? И там мы что-то подсчитываем. Вот давайте возьмем конкретно такое место. Какой-нибудь элемент, который принадлежит, не знаю, пяти из этих множеств, и не принадлежит двум другим. Вот представьте себе, в первые пять штук входит, а в эти не входит. Есть такой элемент? Есть. И давайте посчитаем, сколько раз он здесь присутствует. А, очень просто. Мы его вот здесь вот посчитали пять раз. Так, слушайте, а что такое пять раз? Это вообще-то число сочетаний из пяти по одному. Столько раз мы можем посчитать плюс. А потом мы почитали по партнере, когда есть пять. Сколько из них можно сделать партнер? Четыре на три на два. Нет. Когда есть пять элементов, сколькими способами из них можно выбрать два? Вспоминайте. А, пять на четыре? Нет, пять на два. Пять на четыре, пять на семь пополам. Совсем? Десять пополам. Десять, конечно. У пятиугольника пять сторон и пять диагональ. Пять умножить четыре пополам. Ребята, это и называется число сочетаний из пяти по одному. Так? И столько раз он взят с минусом. Погласны? А сколько раз он будет взят с плюсом? Столько раз, как можно взять три элемента из пяти. А это что такое? Это число сочетаний из пяти по одному. Отлично. А потом, когда при четыре, мы брали с минусом. Сколько раз он там был взят с минусом? Так. Согласны? А когда мы пересекали все пять, мы брали с плюсом. Так? А хотели мы его посчитать сколько раз? Ноль. Почему? Один раз. Хотели мы его посчитать один раз. Так вот, если мы проверим, что это единица, то все будет здорово. Можем по треугольнику. Проверим по треугольнику, да. А, кстати, давайте так. Выпишем пятую столбу. Один, пять, десять, десять. Проверим по треугольнику. Смотрите, что мы должны на самом деле сделать. Вы должны взять пять минус десять плюс десять минус пять плюс один. Вы должны проверить, что это единица. Да, в общем, десять, десять, единица. Пять минус пять, 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 десять, десять, десять. Получилось? Да. Получилось. Ну, единственная проблема, это для пяти. Она нужна для любого. Так, а давайте мы выпишем вот такую формулу. Для любого числа. Подумаем, нельзя ли вот это понятно написать? Смотрите, это сейчас единица. А можно я напишу не единица, а число сочетаний из двух по нулю? Вы же помните, все равно число сочетаний из двух по нулю, из трех по нулю и так далее, это все единица, да? Можно я напишу не единица? Да, 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 да. И перенести вот все это на право. Как тогда запишется наше равенство? Да, это. Число сочетаний из m по нулю минус m по два. То есть, резинант по нулю. Я сказал, все вот это перенести на право. Запишите за это так. Ноль равен число сочетаний из пяти по нулю, здесь это у нас плюсом и станет минусом. Минус число сочетаний из пяти по единице, плюс число сочетаний из пяти по два, минус число сочетаний из пяти по два, плюс из пяти по четыре и минус из пяти по пять. Если мы с вами докажем, что так, причем не для 5, а для любого n, то это и будет формул включения-включения. Поняли? Можно написать просто 5. А давайте посмотрим, а посмотрим на треугольник. Это неправильно. Да можно написать. Почему неправильно? Я объяснил, откуда это берется. Я объяснил, откуда это берется, потому что во время формул смотрим, сколько раз каждый элемент подсчитывает. Так вот, ребята, давайте мы посмотрим на треугольник Паскаля и в каждой строке посмотрим, как это элемент. 1 минус 1 это 0? 1 минус 2 плюс 1 0? Да. 1 минус 3 плюс 3 минус 1 0? Да. Замечательно. А здесь 1 минус 4 плюс 6 минус 4. Согласны? Да. А для пятой мы это уже проверяем и так далее. А там вот эти строчки, там 1 минус 3 плюс 3 плюс 1? Ну, это будет 0. Это будет 0. А короче, 1 минус 3 плюс 3 минус 1. Вот, ребята, а теперь давайте подумаем, а разве это не очевидно? Давайте я сейчас выпишу, например, шестую строчку. Вот смотрите. Что такое шестая строчка? Получается она очень просто. Мы пишем пятую строчку. Согласны? Да. Что там бывает? Десять, пять, один, да? И дальше пишем шестую. В этом области. Здесь пишем один. Шесть. Здесь пишем шесть. А один плюс пять. Пять плюс десять. Здесь пишем пять плюс десять. Десять плюс десять. Десять плюс десять. Пять плюс один. Пять плюс один. Здесь пишем один. А теперь внимание! Что мы должны сделать? Мы должны поставить минусы. Здесь ставим минус, здесь плюс. Здесь ставим минус, здесь плюс. Здесь ставим минус, здесь ставим плюс. Ребята, подумайте, пожалуйста. Надо общую форму. Какая общая форма, это очевидно? Посмотрите внимательно. Что получается, когда из единицы вычитаешь единицу, вычитаешь пятерку и сразу прибавляешь пятерку. Прибавляешь 10 и вычитаешь 10. Они же вот так вот объединяются. Понимаете? При этом, между прочим, вам даже совершенно все равно, минус 10 и плюс 10, вам совершенно все равно, была здесь страха треугольника Паскаля или было здесь что-то другое. В любом случае будет ноль. Просто потому, что любое число участвовало в образовании двух, которые под ним слева и справа. В общем, одно из них пойдет с плюсом, а другое с минусом. Или наоборот. И значит все уничтожится. И значит у треугольника Паскаля есть вот такое свойство. А это свойство, это и есть форма включения и включения.